Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на канал Строю Прогресс 31! И сегодня у нас необычное видео, созданное благодаря самым современным техническим решениям и неделям кропотливой работы над деталями и интерьером. Это новая версия обзора нашего самого популярного одноэтажного дома «Аполлон». В проект были внесены незначительные индивидуальные изменения для одного из наших подписчиков, который еще прошлой зимой возвел коробку и закрыл теплый контур. Внесенные коррективы не касались планировки и размеров, а только сделали дом более современным внешне. В остальном его по праву можно считать идеальным. Здесь три спальни, гардеробные, огромная котельная и терраса с выходом из кухни, как любят многие наши зрители. Планировка дает возможность собираться большой семьей или, наоборот, уединиться. Ведь, как и положено современному дому, здесь прекрасно разделены дневная, приватная и техническая зоны. Родительская спальня изолирована от детских, а кухню можно легко отделить от гостиной. Разумеется, все коммуникации сосредоточены в одной зоне, а простой конструктив позволяет использовать доступные в любых регионах строительные материалы. Рекомендую подписаться на наш канал, ведь каждую неделю мы готовим для вас новый проект дома, и, возможно, именно он окажется домом вашей мечты. Мы не первый год строим дома и готовим наши проекты так, чтобы строить по ним было легко и понятно. Каждый этап строительства расписан, а размер указан. В каждом проекте уже рассчитан объем строительных материалов, что позволит вам закупить все заранее и зафиксировать стоимость строительства. Подписывайтесь на наш Телеграм и ВКонтакте. Сюда мы выкладываем планировки домов, делимся новостями и фото с наших объектов. Приобрести готовый проект или заказать индивидуальный вы можете на нашем сайте. Итак, ну и по традиции мы, конечно же, начинаем с наружного обзора дома. Для начала мы прогуляемся вокруг, поговорим о материалах, из которых он построен, а затем зайдем внутрь, ведь дизайну интерьера мы здесь уделили очень много внимания. Данный дом построен из газобетонных блоков, толщина 40 см и наружную отделку предполагается выполнять по технологии мокрого фасада, то есть кароед, с добавлением планкина. Подшиву кровли мы также здесь выполнили под дерево. В принципе, проект фактически не отличается от оригинала, единственные увеличенные окна, однако за счет этого дом сразу стал выглядеть намного современнее. Но это все-таки дело вкуса. Правый фасад дома у нас полностью глухой. Дело в том, что мы располагаем дома для наших обзоров посередине участка, а в реальности, скорее всего, эта сторона будет находиться ближе к соседскому забору. И, собственно, окна нам там и не нужны. При необходимости проект мы можем полностью отразить зеркально. В целом, даже глухая стена за счет сочетания контрастного темного кароеда и светлого, за счет вот таких интересных фонарей по углам, даже глухая стена смотрится не так уж и скучно. На заднем фасаде у нас большое окно родительской спальни, так как родительская спальня – это мастер спальня, то есть имеет свою ванную. На задний фасад у нас выходит также окно ванной. Следующее прямоугольное окно – это окно в котельную. Нужно сказать, что в оригинале все эти окна были ниже. Мы их немного подняли, чтобы была возможность использовать стандартные радиаторы отопления, ну и в принципе в приватных комнатах, в спальнях нам ни к чему большие витражные окна. Также на заднем фасаде у нас имеется вот такая терраса. Она полностью отделана под дерево, смотрится очень уютно, особенно в сочетании вот с такой мебелью. Конечно, проводить здесь время будет одно удовольствие. Кстати, мы уделили внимание и ландшафтному дизайну. Один угол мы оставили свободным, возможно, там будет детская площадка или хозпомещение. Но организовали вот такую вот зону барбекю, не поленившись и потратив время на дорожку. Зона барбекю у нас здесь под навесом. Здесь помещается такой вот наружный стол деревянный, полуплетенная мебель и зона барбекю или гриля. Хотя, конечно, гриль лучше вынести за территорию навеса, чтобы он лишний раз не коптил. Дорожки выполнены из бетона. Симпатичное решение, так что при наличии желания, времени и подготовки вы можете организовать у себя на участке такие же тропинки. На левый фасад у нас выходят два больших окна из дневной зоны. Это окно в столовую и гостиную. Хорошим тоном при наличии такого окна в столовой зоне обеспечить, собственно, вид из этого окна. И здесь мы расположили вот такую ландшафтную композицию. Простенько, конечно, здесь у нас обычные камни, валуны, многолетники. Можете взять на заметку, если вам понравится. Здесь у нас окна пониже в дневной зоне, так как, скорее всего, здесь будет теплый пол. Да и, собственно, приватность тут уже не так необходима. Кстати, обратите внимание на подсветку. Мы проработали здесь все детали, в том числе источники освещения в комнатах. И на улице. В целом, домик смотрится очень нарядно. Хотя у него достаточно простая архитектура. Он может стать примером того, как с помощью простых решений можно добиться интересных результатов. И едва ли вам этот внешний вид приестся даже спустя многие годы. Кстати, у нас здесь во дворе стоит достаточно интересная машина. Одна из самых красивых, по мнению многих. Так что наш дом даже на ее фоне не выглядит как-то неказисто. Теперь давайте зайдем внутрь и посмотрим на этот дом глазами будущих гостей или даже владельцев. Сейчас мы не просто летаем по дому, а у нас включилась симуляция настоящего человека роста 1,75 м. Давайте поднимемся по ступеням. Откроем дверь. И пройдем в прихожую. Прихожая здесь достаточно большая. Справа имеется ниша под большой гардеробный шкаф. Здесь стать у нас шкаф фирмы Шанель. Понятно, что никто его не будет покупать, но можете взять себе на заметку. При наличии ЧПУ станка местные мастера вам наверняка смогут изготовить такие фасады. Не говоря уже, конечно, о самом корпусе мебели. Имеется здесь небольшая зона, где можно разуться. Вот такая вот полка для обуви, играющая роль скамьи. И слева от входа есть место под стенку прихожей. Здесь можно повесить одежду. Можно также присесть, разуться. И есть место для трюмо. То есть при входе можно положить ключи, хранить здесь что-то, чтобы не забыть при выходе. И рядом с трюмом мы расположили розетку на всякий случай. Также при входе у нас выключатель, один из которых предполагается как мастер-выключатель. Чтобы при выходе вы могли отключить не основные электроприборы. И вам не придется думать о том, выключили ли вы перед уходом утюг. Давайте закроем дверь. И пройдем в основную часть дома. Мы выходим из прихожей. Здесь по правую сторону у нас небольшая гардеробная. А в целом дом у нас делится на две части. По левую сторону зона кухни, гостиной, столовой. И по правую руку зона спален. Но давайте начнем с гардеробной. В гардеробной мы расположили открытый шкаф. Здесь будет храниться вся зимняя одежда, какие-то шарфы, зимние перчатки. Все, чем вы не пользуетесь в течение года. Ну и даже место чемоданом у нас здесь нашлось. Проблемы с хранением в этом доме нет. Но общая гардеробная в любом случае не будет лишней. Дверь прямо от входа это котельная. Котельная здесь большая. Можно располагать любое оборудование. И нам здесь повезло вот с такой нишей, которую мы задействовали под зону постирочной. У нас здесь расположена стиральная машина, сушильная машина. Здесь может храниться вся бытовая химия, которая куплена впрок. Нашлось место и гладильной доске. И эта постирочная зона нам абсолютно не мешает проходить к нашему оборудованию. Котельная получилась светлая. Окно необходимо по нормативам. Хотя наше окно, конечно, соответствует любым нормативам, как собственно и сама котельная. Осталось здесь место и под стеллажи. Можно хранить все, что нужно по хозяйству. Учитывая, что котельная находится практически в центре дома, наверняка она будет использована и как кладовая. Также мы уделили здесь внимание розеткам. Например, если вы захотите зарядить свой шуруповерт, вам не нужно будет искать удлинители и тройники. Закрываем дверь в котельную. И перед нами двери в спальне и в общую ванную. По правую сторону у нас находятся детские спальни, и по левую руку родительская спальня и общая ванная. С нее давайте и начнем. Общая ванная у нас здесь не имеет окон, однако при наличии точечных светильников здесь будет достаточно светло. В принципе, весь свет, который у нас здесь есть, это имитация настоящего света с отражениями и прочим. В ванной помещается унитаз, большой умывальник и, собственно, полноценная ванная. Так как здесь нет душевой ниши, мы организовали здесь вот такую стеклянную перегородку, так что у нас, по сути, небольшая душевая. Хотя, если у вас жесткая вода и нет фильтров, конечно, лучше использовать обычную душевую занавеску. Но и фильтрами пренебрегать не стоит. Ванная достаточно просторная. Нашлось здесь даже место под небольшой шкаф, где может храниться все, что необходимо в ванной. В принципе, при необходимости можно организовать здесь и дополнительную душевую. Закрыли дверь в ванную. И давайте теперь посмотрим наши детские спальни. Одну спальню мы здесь организовали как спальню для девочки и одну спальню для мальчика. Спальня для девочки у нас, конечно, очень яркая, но мы старались не использовать вырвиглазные цвета. Здесь помещается односпальная кровать. Нашлось место вот такому шикарному шкафу с полками. Но еще более шикарный здесь, конечно, рабочий стол. Едва ли вы будете устанавливать в детской спальне такой рабочий стол, но как идеи для общего развития, почему бы не полюбоваться на него. Здесь у нас есть место и для хранения. Написаны игрушки, в другой стороне книги. Если заполнить этот шкаф книгами, я думаю, девочка вырастет очень умной. Нашлось место и под небольшой комод. В целом, я думаю, любая девочка могла бы мечтать о такой собственной комнате. Ну и теперь давайте пройдем во вторую детскую спальню. Она выполнена в более сдержанных тонах. Все-таки комната для мальчика. Кровать мы здесь поставили побольше, чтобы вы видели, что любая помещается. И также рабочий стол, конечно, он поскромнее, но более реалистичен. В принципе, такие фасады можно выполнить при наличии ручного фрезера. Также мы предусмотрели здесь розетки, чтобы можно было спокойно подключать компьютер и другую технику. И особенностью этой спальни можно назвать наличие встроенного гардеробного шкафа. Скорее всего, наша ошибка в том, что мы отдали эту спальню мальчику. Все-таки гардеробную захотела бы девочка. Но, учитывая, какие шкафы мы поставили в первой детской спальне, я думаю, девочка на нас не обидится. Итак, закрываем дверь. И давайте пройдем в родительскую спальню, коль дверь здесь уже открыта. Здесь, конечно, более лаконичный дизайн. Помещается двуспальная большая кровать, по бокам полноценные тумбочки. Также здесь встроенная гардеробная. Гардеробная играет роль буферной зоны между родительской и детской спальнями. Остается место под рабочий стол или вот такой вот дамский столик. И изюминкой этой спальни можно назвать наличие проходной гардеробной и отдельной ванной. Гардеробная поначалу кажется небольшой, но мы разместили здесь полноразмерные открытые гардеробные шкафы. И, как видите, проблемы с хранением здесь быть не должно. Есть где повесить одежду, есть где хранить носки, нижнее белье. И по левую сторону также остается место под открытый гардеробный шкаф. Судя по всему, у нас здесь по левую сторону гардеробный шкаф для нее. А правую сторону возьмет себе мужская половина, поделившись зоной для хранения снизу. Ну и теперь давайте пройдем в ванную. Ванная у нас здесь небольшая. Здесь помещается раковина, помещается душевая ниша, собственно, унитаз. Чтобы не терять пространство за дверью, мы можем вешать там полотенца, халаты и прочее. Конечно, вы скажете, что в туалете такое большое окно ни к чему. Но при желании его можно наполовину замотировать, чтобы не смущать ни соседей, ни домочадцев, которые находятся во дворе. А можно его хорошо затонировать. Хотя, если вам позволяет ваш участок, и вы не боитесь за свою приватность, туалет может превратиться для вас, конечно, в зону медитации. В любом случае, мы предусмотрели здесь вот такую римскую штору. Одна из главных приятных особенностей этого проекта в том, что здесь разделены детские и родительская спальни. Так же, как и приватная зона полностью отделена от дневной зоны. Это один из первых наших подобных, настолько удачных проектов. Дневная зона у нас делится на зону гостиной, зону столовой и зону кухни. Так же остается свободное пространство, которое мы использовали в качестве вот такого уголка для чтения, где можно спокойно посидеть, если вы не хотите сидеть перед телевизором. Как бы уединились, но в то же время со всеми. Гостиная здесь стандартная, но с другой стороны здесь спокойно помещается огромный диван, напротив ТВ-стенка. Расстояние от дивана до ТВ-стенки позволяет установить любой телевизор, и даже при большой диагонали вы не будете сидеть к нему впритык. Так же с обоих сторон от дивана мы предусмотрели розетки. Возможно, вы захотите поставить дополнительный светильник, или подсоединить ноутбук. Ну и уделили внимание выключателям под разные сценарии освещения. Обратите внимание на панель климат-контроля, которую мы расположили на стене. Мне кажется, это намного удобнее, чем искать пульт от кондиционера по всему дому. Теперь давайте пройдем в зону кухни. Кухня у нас здесь достаточно большая, и в принципе можно назвать ее идеальной. Во-первых, у нас здесь кухонный треугольник, правильная последовательность, холодильник, мойка, варочная поверхность. Во-вторых, она прямая, и здесь правильно расположены рабочие поверхности, и их достаточно. То есть вы достали, например, овощи из холодильника, можете положить их перед мойкой, помыть их, далее вы можете их нарезать и приготовить на варочной поверхности. Также остается свободное пространство слева от варочной поверхности. Сюда можно откладывать готовую еду, да и для кофемашины место найдется. Мы также предусмотрели здесь розетки, причем выполнили их в таком классическом стиле, под старину. В принципе и кухня у нас это сочетание современности и вот такого стиля кантри, деревенского стиля. Смотрится очень здорово и в целом сочетается с домом. Ну и столовая зона. Здесь расположился достаточно большой стол. У нас сейчас здесь 6 стульев, хотя можно расположить и 8. В принципе места здесь хватает под любой стол. Как я уже говорил, из обеденной зоны у нас открывается вид на нашу композицию. Всегда приятно, когда из окна у тебя не просто забор, а есть за что зацепиться глазу. Ну и приятный бонус этой планировки – это выход из кухни сразу на террасу. Это позволит вам чаще проводить время на свежем воздухе и обедать здесь, ужинать. Особенно, если у вас стоит такая замечательная погода и так много деревьев вокруг. Да и в целом на такой террасе захочется оставаться как можно больше. Она у нас одновременно и уютная, и в то же время стильная. Все-таки правильный проект, по которому построен дом в правильном месте, подарит вам правильные эмоции. Ну а теперь давайте поднимемся повыше и рассмотрим планировку нашего дома с более привычного ракурса. При входе мы попадаем в прихожую 4,5 квадратных метра. Площадь гардеробной почти 3 квадрата. Котельная может похвастать площадью почти 9 квадратных метров. Общая ванная 5,5 квадратов. Детские спальни 13 и 12 метров соответственно. Родительская спальня 14,5 квадратных метров плюс гардеробная и санузел по 3,5 квадрата. Переходим к дневной части дома. Гостиная 22 квадратных метра. Кухня-столовая 17,5 квадратов. Коммуникации расположены в одной зоне. Вывод канализации осуществляется через общую магистраль без лишних проблем. Также нельзя забывать о возможности установить люк-лестницу и использовать огромное пространство под кровлей для хранения. Вот такой он, самый популярный проект на нашем канале. Я думаю, вы согласитесь, что здесь по-настоящему много достоинств и неспроста многие выбирают для своей семьи именно Аполлон. Оставляйте ваши комментарии, так ли хорош этот дом на ваш взгляд и что вы думаете о проделанной нами работе над дизайном и визуализацией. Со временем мы будем обновлять обзоры для наших популярных проектов. Так что не забывайте подписываться на наш канал и в Телеграм, где мы проводим голосование и выкладываем фото построенных домов. Большое спасибо за просмотр и пусть у вас обязательно будет возможность построить именно тот дом, о котором вы мечтаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова